Игромания.ру представляет Начало апреля выдалось не слишком щедрым на громкие релизы Третьего числа состоялся релиз одного из самых амбициозных эксклюзивов для контроллера движения приставки Xbox 360 – Kinect Star Wars Однопользовательская компания позволит нам поучаствовать в событиях приквелов Мы начнем свой путь в качестве юного падавана И, следуя наставлениям мастера Йоды, постепенно превратимся в матерого рыцаря-джедая Кроме того, мы сможем сражаться в поединках на световых мечах участвовать в гонках и космических сражениях почувствовать себя в шкуре ранкора и, конечно, не обойдется без танцев Судя по первым отзывам, именно разнообразный геймплей ориентированный на веселое времяпрепровождение в компании с друзьями и стал главным козырем Kinect Star Wars А вот боевая система оказалась чересчур примитивной Так что тех, кто надеялся почувствовать себя настоящими джедаями ждет большое разочарование В конце прошлого года сериал Devil May Cry отметил свой десятый юбилей И компания Capcom, пусть и с небольшим опозданием отметила это знаменательное событие, выпустив сборник в который вошли HD-ремейки первых трех игр о приключениях Данте На нововведения разработчики откровенно поскупились Их перечень ограничивается графикой высокого разрешения и поддержкой трофеев с ачивментами Но учитывая, что благодаря Devil May Cry HD Collection первые две части сериала впервые выбрались за пределы PS2 поклонники наверняка простят сборнику дефицит бонусов Французская студия Cyanide представила на наш суд тактическую ролевую игру Confrontation основанную на одноименном настольном варгейме В отличие от знаменитого Вархаммера, здесь под нашим командованием оказывается не огромная армия, а лишь небольшое элитное подразделение Так что для победы требуется максимально эффективно использовать таланты каждого из бойцов Настольная Confrontation славится тактической глубиной и гибкостью И разработчики заверяют, что ее компьютерная тезка унаследовала это достоинство Пусть даже пошаговые бои уступили место сражениям в реальном времени Начинаем наш традиционный хит-парад Какие игры удостоились занять место в десятке лучших, вы узнаете прямо сейчас На вершине хит-парада дебютирует кооперативный шутер Resident Evil Operation Raccoon City Предлагающий нам альтернативный взгляд на события второй и третьей частей сериала Воспользоваться возможностью переписать историю вселенной Resident Evil Поспешило 291 тысяча владельцев Xbox 360 и 286 тысяч пользователей PS3 Приверженцы PC последовать их примеру смогут лишь 18 мая А пока на счету игры 577 тысяч проданных копий На второе место вынужден отступить Mass Effect 3 За отчетный период поклонники Капитана Шепарда купили всего 166 тысяч дисков для Xbox 360 64 тысячи копий для PS3 и 35 тысяч для персональных компьютеров Общий тираж за три недели продаж превысил 3 миллиона экземпляров На третьей строчке дебютирует шутер для портатива Nintendo 3DS Kit Icarus Uprising Поклонники ждали возвращения ангелочка Пита более 20 лет И отметили его третье пришествие, сходу раскупив 241 тысячу картриджей На две позиции опустился симулятор уличного футбола FIFA Street Перебравшийся на этой неделе на четвертое место нашего хит-парада На этот раз игра может занести себе в актив 111 тысяч проданных дисков для PS3 И 90 тысяч экземпляров для Xbox 360 Суммарный тираж приближается к отметке в 600 тысяч Call of Duty Modern Warfare 3 тоже потерял за неделю две позиции За минувшие 7 дней к числу счастливых обладателей игры Добавилось 78 тысяч владельцев приставки Xbox 360 и 70 тысяч пользователей PS3 Вклад остальных платформ в успехи Modern Warfare 3 уже давно практически незаметен Всего же своих хозяев нашли свыше 26 миллионов копий игры Строчкой ниже расположилась Kuroh U 2 Спин-офф серии Yakuza выпущены эксклюзивно для портатива PSP Исключительно на территории Японии За первую неделю продаж игра разошлась тиражом в 105 тысяч копий Приключенческий экшен Ninja Gaiden 3 робко стартовал с седьмой позиции За минувшую неделю было продано всего 67 тысяч дисков для PS3 и 36 тысяч для Xbox 360 Впрочем, надо отметить, что релиз игры состоялся в самом конце отчетного периода После недельного отсутствия в наш хит-парад на восьмое место вернулся шутер Battlefield 3 На этот раз издатели могут похвастаться 30 тысячами проданных дисков для консоли PS3 22 тысячами копий для Xbox 360 И еще 21 тысячу дисков в копилку игры добавили любители персональных компьютеров Общее количество проданных с момента релиза экземпляров игры превысило 12 миллионов Сохранила за собой девятую позицию ролевая игра The Elder Scrolls V Skyrim За прошедшую неделю до вакинов стало больше на 30 тысяч среди владельцев Xbox 360 На 27 тысяч обладателей PS3 и на 15 тысяч пользователей персональных компьютеров Всего же в ряды спасителей Тамриэля записалось 11 миллионов человек Очередная часть серии симуляторов гигантских боевых роботов Armored Core Наконец-то добралась до Европы и Северной Америки А заодно и до 10-го места нашего хит-парада Это стало возможным благодаря 36 тысячам проданных дисков для Xbox 360 И 29 тысячам для PS3 Всего с момента релиза продано 320 тысяч копий На этом прощаемся До встречи завтра в Видеомании Daily Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok